В современном обществе ввиду развития промышленности появляется все больше и больше предметов пользования, полученных путем искусственного синтеза. И далеко не всегда соблюдаются стандарты качества. Ненатуральное может привести к возникновению серьезных заболеваний, а иногда даже к смерти. Все это наводит страх на человека, а он в свою очередь может перевести фобию. Химические фобии людей, как в принципе любые другие фобии людей, они связаны с очень простыми вещами, с тем, что человек, как правило, боится то, чего недопонимает. Народ боится химии, да, народ боится, потому что не понимает. И, естественно, когда появляется кто-то, кто там как в хрустальном шаре крутит, что вот натуральные продукты без всякой химии, без всего, оно вызывает, ну, какое-то большее доверие. В известном смысле боять химии мало чем отличается от детского страха перед чудовищами, вторгающимися в нашей спальне. Подобный страх химических соединений может появиться внезапно, так как в нашем мире практически на каждом углу встречается что-то искусственное. Конечно, химические фобии связаны с пищевыми вещами. Это первое. И второе – с лекарственными вещами. Хемофоб испытывает совершенно искреннее пробуждение против всякой химии. Под ней могут подразумеваться произведенные в промышленных условиях продукты или различная бытовая химия. Человеку касается то, чего он не знает. То есть мифологизация каких-то вещей, она очень вредна в том плане, что, ну, возникают мифы во всегомогущество ученых, что вот они могут, ты же химик, ты там можешь, это самое, из какой-то нефти сразу получить лекарство. И то же самое. Это положительная мифологизация. И отрицательное, что, ну, химия вся вредна как такова. На самом деле, все в этом мире, даже сам человек, состоит из набора химических элементов. Чтобы не навредить себе потреблением неорганических продуктов, нужно всего лишь знать, какие именно вещества вызывают негативные последствия. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.